Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Она как за простыней за какой-то стоит. Как экран натянут перед ней. Хорошо, скэнер. Стенка. Выведи этот экран, скэнер. Разрежь его. Выведи все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, связанные с этим экраном. Все это выходит и формируется в шар. Значит, экран вышел. У нее подключки есть отдельно от экрана. На голове и на руках. Отдельно? Да, не связанные с экраном. Не связанные. Хорошо, экраны отправляю в клетку-тюрьму. Скэнер. Отключай подключки. Где они были? На голове ты говоришь, да? Голова и руки. Голова и руки. Снимай все подключки, выводи их. Отключай. Голова тянется по спине у нее, поясница. Ну, это оттуда и боли идут с позвоночником. Потому что она вживлена туда, с двух сторон. Подключки вышли. Отправляю все подключки в клетку-тюрьму. Но это уже многое объясняет. Хорошо. Еще что-нибудь мешает сканированию? Нет. Даю команду. На счет 3 скэнер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами. 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Татьяны. Находит все. Выстраиваются прямые каналы от этого экрана. И от этих подключек, которые были подключены к голове и рукам. И притягивает всех ответственных за эти подключки в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Давай снизу. У нее без. Без. Дальше здесь идет картинка. Как это экран или стена, как называть в шаре. Сейчас это все как простынь перед ней, которая стояла. Здесь картинка женщины, которая... Она как крупу рассыпает, так бросает на нее что-то. И она превращается в экран, который... То есть она закрытая, как стена. Невидимая становится. Ну а кто это сделал? Вот это женщина? Я говорю, стоит женщина, да. Хорошо. Очень интересно. Магия. Хорошо. Дальше. Хамелеон у нее. Хамелеон. И гуманоид. И гуманоид. Откуда это гуманоид? Орбиты. Орион. Орион, да. Хорошо. Сколько ты находишься в этом биополе? Шесть месяцев. Цель твоей подключки? Управление. Тебя кто-то прислал или ты сам пришел? Роботом он из нее делал управляемого. Сам он пришел. Шесть месяцев ты находишься в этом биополе. Понятно. Частички души воровал? Связана полностью вся конструкция. Хорошо. Скеннер, дай мне полноту души. Татьяна на настоящий момент. Девяносто пять. Становится все интереснее. Девяносто пять процентов. Хорошо. Сколько ты присуствуешь, хамелеон, в этом биополе? Три месяца. Где ты зашел? Как ты зашел? Почему ты зашел? Он показывает, что ей приходится под всех подстраиваться. У нее внутри хамелеон установил круг сердечной чакры. Крутит его. Но когда она подстраивается под всех, у нее, во-первых, она теряет энергию на этом. Вот этот круг, он как крутит его, собирает все это. Во-вторых, она опустошенностью чувствует. Опустошает как раз этот круг ее. Идем дальше. Бес. Какой у нас бес? Восемь. Восемь. Ты пришел где и как? Ты не связан с магией? Нет, он не связан с магией. Хорошо. Где ты зашел? И сколько ты находишься в этом биополе? Квартира? В доме он, да. Квартира есть в подключке. И порталы, конечно, да? Ты один в квартире или есть еще демон, или черт? Мы ее чистим сегодня? Один. Хорошо. Итак, эту информацию мы получили. У нас еще осталось. Осталась эта магия. Эта женщина у нас стоит, да? Но она больше как голограмма, то есть как картинка идет. Кто бросил этот экран? Без проблем. Выстраивается прямой канал от этого экрана к этой женщине. И притягиваем ее тонкую копию в клетку-тюрьму. Стоит в клетке-тюрьме наша заложница. Девушка черные волосы. Высокая, худая, дерзкая. Дерзкая? Да. Ты знаешь, куда ты попала, дерзкая женщина? И почему ты здесь находишься? Она с презрением смотрит на Татьяну. Имя свое назови. Смеется. Чем больше не хочет говорить, тем ярче слышно ее имя. Пошло настоящее имя. У меня несколько имен. Буква Г идет. У меня несколько. Она ими пользуется разными. У меня как клички разные. Хорошо. Проявляется защита ведьмы. А руки у нее она руками делает магию. Отлично. Достаю печать семи архангелов и мощнейшим ударом сжигаю ее защиту магическую. Удар. У меня сильная защита. Открываю поток любви абсолютно над ее клеткой и даю повторный мощнейший удар. Удар. Она с нижним миром работает. Беспроблемно. Вытягиваю демона, сидящего в ней, в соседнюю клетку. Нет, он не выходит. Хорошо. Достаю печать царя Соломона, демон. У него есть контракт, с ним не обязан выходить. У меня твой контракт не имеет никакой роли в этой ситуации. Ты исполнял этот приказ магического воздействия на мою клиентку. Ты присутствующий. Это не магическое воздействие на твою клиентку. А что это? От горождения ее. От объекта, который интересен моей клиентке. Вот. Ты участвовал в этом процессе. Ты помогал ей. Помогал. Все элементарные вещи она сама в состоянии сделать. Хорошо. И тем не менее, ты находишься, она находится здесь, и ты вместе с ней. Как мы в таком случае будем поступать? Во-первых, она получит откат. Это сейчас понятно тебе, я думаю, да? В принципе, для тебя эта роль большая не играет. Ну, во-первых, здесь есть мужчина, которого он показывает. И эта женщина, она стоит между Татьяной и этим мужчиной. И Татьяна, она просто выставила вот эту стену от мужчины. А что там у мужчины, я не вижу. Понятно. Там видно, что еще и с мужчиной что-то есть. Здесь какой-то любовный треугольник, да? Ну, то, что она его подключила, это понятно. Хорошо. Тогда мы сделаем следующее. Мы установим в конце всей этой работы, вокруг нее, эту стену. И дадим все назад, что она дала нашей клиентке Татьяне. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Татьяны спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, к бесу, к этому магу, хамелеону, гуманоиду, а также ко всем их артефактам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкоэберационные энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Татьяне энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Выстраивается прямой канал у Татьяны к этой женщине, магу. Татьяна, обращаясь к вам, на вас было наведено магическое воздействие. Вы желаете вернуть его назад? Желаю. Сконцентрируйтесь на этом желании. И на счет три дайте мощнейший откат в течение одной минуты этой женщине. Мощным потоком. Один, два, три. Паша у мощный откат. Она получает все, что она пожелала Татьяне. Все, что она пожелала и установила, устанавливается на ней. Да, будет так, а так и есть. Здесь вибрации тут сильные, ненависть и презрение. Она с высока на нее смотрела. Сейчас она это получает, Вера? Да, и ведет назад эти вибрации все. И они как такими шариками темными. До ста процента. Назад возвращаются. До ста процента все назад. И она испытывает... Это тревога, бесконечная тревога. И вот с этого момента она испытывает все эти чувства 24 часа в сутки. До тех пор, столько времени, сколько она воздействовала своей магией на Татьяну. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Общий ревер закончился, Вера, посмотри. Да. Устанавливаем на все каналы. Сеточки, золотые сеточки. И в порядке реверса Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли. До последней капли возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Посмотри, что от магии идет. Знаешь, ей какая-то как свобода возвращается. У нее руки были как скованы. А сейчас она их в стороны развела. Да. И она понимает, что у нее много выходов, много решений, много дорог. Но пользует она только одну. Если она это понимает и этого не делает, это одна вещь. Если она об этом просто не знает, это совсем другое. Знать и не делать, это она сама виновата в этом. Всегда есть много вариантов решения любую проблему. Нельзя подстраиваться опять. Нельзя подстраиваться. Нельзя подстраиваться. Ваша подстраивание. От ситуации. Вот она привела к подключению хамелеона. Хамелеон, ты на подстраивание пришел? Да, она смиренная. Вот. Об этом и идет речь. А так как хамелеон... Против своей воли. Против своей воли, если вы идете... Подстраиваясь под всех. Хуже уже ничего не придумаешь для души. Это я вам серьезно говорю. Татьяна, обратите внимание на эти слова. Если вы свою волю не пробиваете в своей жизни, а соглашаетесь, идете по пути наименьшего сопротивления, соответственно, не удивляйтесь, что у вас сидит четыре сущности, еще и магия. И куча подключек по всему телу. Соответственно, отсюда идут и боли. Все взаимосвязано. Скажешь, как ревер закончится. Закончился. Хорошо, начинаем с вытаскивания того, что осталось. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо, свой круг. Что у тебя там? Круг, ручка от круга поднимается, за которую он крутит. Сердечная чакра, да? Да, сердце. У нее вообще в груди он стоит полностью. Все, вытаскивай аккуратненько. Готово. Хорошо, возвращайся назад. Гуманоид на твоей чистоте. Что-то осталось, что я не вытащил? Нет, все снято. Идем дальше. Бес. Выходи, снимай все, что ты оставил на своей чистоте. Я отключаю себя полностью. Скажи мне, есть ли лярвы или затемнение в биополе Татьяны? У нее спина и грудь затемнены. То есть грудь это... Это от подключки. Ее вот эти личные переживания... Ну, она все через сердце идет. Не договаривает, терпит, подстраивается. Слова идут. Вот это все на груди у нее. И дальше идет биоробот с нервными окончаниями. И из-за подключки все это в спину ей бьет. Из-за подключки на тонких телах ей все бьет по физическому биороботу. Да, там ослаблена энергия и по физическому биороботу через нервные окончания. Все так и есть. Все начинается на тонком плане и переходит на физический план. Хорошо. Если убираем причину, то и уходит и боль, и в биороботе. Итак, что бы я снял? В ногах он не был и снял. Хочешь получить затемнение? Да, хочу. Забирай затемнение на груди и на спине. Возвращайся назад. Готов. От магии скэнер просканируй на частоте магии. Если что-то есть, дай команду на частоте магии. Если еще что-то осталось в биополе, пульсируй. Осталось, наручники висят. У нее? Да. Выводим эти наручники. Как фантомные вышли. А, это фантомные, которые? Угу. Хорошо. Если они фантомные, открывай воронку в галактическое ядро, и наручники уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с бесом, хамелеоном, гуманоидом и этим магическим воздействием, если таковое есть. Пошел процесс. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетает каналы, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Бес, ты находишься в квартире, да? Находится. Я сейчас открою тебе портал в квартиру, собираю все, что ты оставил там, все свои подключки. После этого ты мне покажешь все порталы в квартире, я их закрою. После этого я тебе могу собрать весь негатив, который находится в этой квартире. Тебя устраивает? Да. Открывается портал в квартиру Татьяны и Бес забирает все, что принес, уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хамелеон, если ты еще раз появишься в этом биополе, ты уже потеряешь не только свои цвета, а, возможно, даже свою жизнь. Это понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона. Забирай, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Экран этот стоит в клетке у нас. Но он в шаре. Он в шаре. Хорошо, этот экран устанавливается на эту женщину. И включая на полное воздействие, как она программирула против этого мужчины, точно так же она сейчас становится ему неприятно. Устанавливается между ней и этим мужчиной. Все, что пожелала, все возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Не можете снять. Он вокруг нее кругом остановился. Отлично. У него вибрация идет. Хорошо, демон. Я надеюсь, мы поняли друг друга. Я же надеюсь, что не появится больше сессии подопечной в этой клетке тюрьме. Если у нее когда-нибудь возникнут мысли опять заняться магией, и я опять получу этот заказ, и я вытащу ее, все, я вытащу тебя и действительно дам тебе энергию царя Соломона. Если ты таки допустишь, чтобы она воздействовала магическими средствами на Татьяну. Тебе это понятно? Он услышал тебя. Открывая портал на чистоте этой женщины, и она возвращается назад. Готово. Хорошо, идем дальше. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Ли, у меня здесь гуманоид с орбиты Ориона. Шесть месяцев находился в биополе. На голове и руках была подключка. Посмотри, пожалуйста. Хотел сделать ее, взять под контроль. Чистоту души проверьте. Или чисто. Скэнер дай мне полноту души на настоящий момент. Сто. Сто. Он говорил, что оно находилось в этой системе, поэтому мы проверяли. Девяносто пять было до этого, сейчас сто. Все забрали. Заберем его, остальное уничтожите. Благодарю тебе. Вот всеми артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, распорей. Готово, его забрали. Хорошо, у нас клетка пустая. Давай еще раз по чистоте пройдемся. Переходим на чистоту магическое воздействие. Если таково веселье было, проявляется. Фантом может выйти. Но он вышел, фантом вот этой стены, экрана. Отлично. Открывай воронку в галактическое ядро, фантом уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Давай заправим Татьяну энергиями. И подними ее вибрации. Посмотри, сколько ей нужно энергии, и какая чистота вибраций. Триста девяносто. Да. И двадцать четыре. На счетри макушку головы Татьяны. Начинает поступать семь. Высокоэбрационных потоков по триста девяносто процентов каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до двадцати четырех герц. Пошел подъем. И коронную чакру до двадцати восьми. Подними вибрации. И поднимаем вибрации коронной чакры до двадцати восьми герц. Пошел подъем. Без слова идет память, память. С памятью нужно работать. Поднимать вот эти вибрации, которые поднял сейчас-то. Они как заряд, да? Заряжать частички мозга будут. Понятно. Куратор может что-то посоветовать еще по поводу памяти? Он уже сказал, с памятью надо работать. Надо работать. Значит, надо найти упражнения, которые... Именно так. Я благодарю. Я уже увидел эту мыслеформу. Есть очень много на запоминания. И такие ее надо тренировать. И все тренируется в нашем биороботе. Я благодарю за эту информацию. Мы передадим ее Татьяне. Готова. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Татьяна, как вы себя чувствуете сейчас? Могу улыбаться. Сделайте выводы из этого сеанса. Здесь было очень много... Готово гармонично, энергии распределены по всему телу правильно, сердце наполнено теплом. Хорошо, поймите причины этих подключек и сделайте выводы. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа. После этого переходим к проверке вашей квартиры. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купе Татьянову и ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звильники головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Активируй Меркабу. Для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздания защитного каркаса в биополе Татьяны. Активируй в ее биополе Меркабы. Активировано. Есть. Хорошо, отключайся от объекта. Квартиру Татьяны ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Да, здесь клетка установилась. Хорошо, кто у нас? Здесь красный дракон. Красный дракон. Джин. Джин. Хорошо. Бес. Есть. Здесь какие-то сгустки вибраций. Бес. На какой частоте вибраций? Космический или той? Он показывает телевизоры, из которых выходит это. Это черный телевизор, на котором постоянно играет в компьютер. Я так понимаю. Об этом мы говорим? Здесь напротив еще один стоит. Из них выходит эта вибрация. Они пересекаются, как отталкивает один от другого. Я понимаю. Хорошо, это получается космическое. Не на твоей частоте, нет? Нет. Под этим сгустком, открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. И еще что есть, Вера? Все. Итак, какой у нас джин? 32,75. Синий джин. Как долго ты находишься в этой квартире? Три месяца, как минимум. Кому ты подключен еще в этой квартире, джин? Мужчина есть у него, синие энергии. Мужчина. И как мы с тобой, джин, сейчас будем решать вопрос? Насколько тебе дорога твоя чалма? Очень дорога. Да, а твои кольца магические? Еще дороже. Вот. Ну и как мы будем делать? Я буду этот дом сейчас чистить, эту квартиру. Устанавливаю здесь такую защиту, от которой ты просто от этих энергий сгоришь сразу. Я тебе предлагаю вариант, во-первых, сейчас все вытянуть с этой квартиры на своей чистоте. Всю свою пыль, все свои подключки, все, что ты оставил в этой квартире. И также уйти из этого мужчины. Добровольно причем. Ты должен из него уйти. Потому что если этот мужчина попадет ко мне на чистку, я вытащу джина 3275, я о тебе вспомню. Вот тогда то, что я сейчас сказал в самом начале. Я понял, понял, джин. Хорошо. Тогда давай, приступай, втягивайся, всю свою пыль отключайся. Как закончишь, доложи. Готов. Хорошо, джин. Я надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Красный дракон. Какой у нас красный дракон? 1271. Вот я точно знаю, красный дракон, что ты связан с компьютерными играми. Не так ли это? Он показывает отключки к электронным. Девайсам. Системам, девайсам. И показывает из этих, это даже телефоны, из всего этого проходит через человека энергия, которая идет к дракону и его плате. Плата установлена в комнате, где стоят телевизоры? В двух комнатах. Хорошо, здесь понятно. Выходи, красный дракон, снимай все свои платы, отключайся полностью. Точно так же, как и джину, я тебе рекомендую подумать, если ты подключен к кому-то из членов этой семьи, добровольно уйти. Если нет, и они попадут на чистку, и я тебя опять увижу, то печать дракона, которая у меня лежит сейчас, в кармане я ей не достаю, и тогда я ее включу на полную мощность. Он все снял. Ты меня услышал, красный дракон? Услышал. Хорошо, ты готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Он забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Без свое собрал? Да, собрал. Хорошо, пошли по квартире, показывай мне все порталы, я их буду закрывать. Потом соберу тебе негатив. Здесь в одной из комнат платы стоят гуманоида. Под этими платами, внизу открывая воронку в галактическое ядро, срывая эти платы, вместе с энергиями этих плат, оно уходит все на переработку, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Идем дальше. Здесь есть умывальник, зеркало, но это не ванна, это зеркало, это портал. Под этим зеркалом, открывая воронку в галактическое ядро, портал, фантомы частицы портала уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Это зеркало, она показала здесь. Тут смотрятся в него разные люди. Они говорят какие-то слова. Слова открывает портал. Ничего себе. Это кто живет в этой квартире, говорит такие слова в это зеркало? Да, там есть определенно настроенное, какое-то настроение, которое как выплескивается в это зеркало. Я не знаю, кто это делает. Я в полном замешательстве, потому что человек намеренно открывает портал. Выплескивает весь этот негатив. Татьяна, я не знаю. Узнайте, если это вы. Я, честно говоря, вообще ничего не понимаю. Нет, это мужские энергии. А здесь как... Да, может дети? Здесь какое-то раздражение, ненависть. Здесь эмоции идут. И эти эмоции открывает портал словами вместе. Хорошо. Прилипает их. Это мужская энергия, я думаю. Татьяна может сама разобраться, кто в этой квартире такое делает. Но эти действия приводят к открытию портала. Идем дальше. Ух ты, есть портал. Где? Пол. Пол. Хорошо. Весь пол? Нет. Как воронка идет. Хорошо. В этом месте под порталом, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Дальше. И здесь как проход такой арк, портал. И под этой аркой открывая воронку в галактическое ядро, портал фантома частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке. Даю команду на щитриск. Скайбрационные эмоциональные энергии, эмоции, мысли, чувства. Два больших шара. Под космическим открывая воронку в галактическое ядро, уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Бес, твой шар забираешь? Забирает. Отправляю бесу. Готова. Бес, найди себе новое место обитания, все здесь будет запечатано. Тебе понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Есть. Под клеткой тюрьмы открываю воронку в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готова. В режиме. Готова. Хорошо. Мы здесь закончили. Отключаемся от квартиры. Поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует. Продолжение следует.